Всем доброго времени суток, у нас 21 ноября, канал Azimani Речь пойдет об Амазоне, а если более точно, про движение товара на Амазоне Думаю, самая интересная, свободневная тема на данный момент Так что двигаемся в этом направлении Сначала я расскажу про то, как на канале можно найти плейлист по Амазону Вот он находится, то есть вниз опускаете или здесь плейлист И вот здесь все видосы по Амазону, кому что интересно Сверху вниз идете сначала, теперь видео можете пропустить, потому что в любом случае Видео устревают, информация устревает, все двигается вперед Так, переходим в основную Facebook группу, где идет вся движуха, все общения и все в этом роде То есть это основная группа по Амазону Здесь в описании есть все уже тематические группы Это у нас ревью, по ревью, кто вопросами занимается Это доставка, книги, Европа и дропшиппинг Так, теперь, значит, пообщаемся, расскажу я по поводу продвижения До этого момента у меня было видео основное на канале Это продвижение Сейчас зайду и сюда Это продвижение и стратегии продвижения Я достаточно подробно рассказывал о том, как можно это делать И у меня вот здесь два видосика такой есть по поводу Стратегия тактика Для нового товара Есть еще агрессивная тактика Так, где эти видео? Ну, в принципе, не столь важно Агрессивная тактика и аккуратная такая Через пейпер-клип Так, где она? Вот стратегия, тактика нового товара Нет, все это доставка, закупка, Амазон Ну ладно, короче, здесь она есть в любом случае Смысл заключался в том, как я продвижением занимался Первостепенно основное направление продвижения товара на Амазоне Это раздача товара Раздавать товар можно по-разному Можно раздавать собственными силами И делать кучу ошибок Реально, кажется каждому, что это очень все просто На самом деле далеко не просто И эффективность разная Да, можно сказать, что раздаешь в основном через платные сервисы Через Facebook, через что-то еще там, не важно Через оп-ревьюеров Вот, но на самом деле это имеет значение Как раздавать, в какой цене, кому раздавать Какие писать задания, какие писать письма Как написать письма, опять же, в том же селсбекере и так далее Вот, все имеет значение Но в субботу в ту, это у нас было уже там 8-9 дней назад Не помню с какого числа, там 12-13 ноября Произошел жесткий облом И ничего не с того, именно в Америке Потому что в Европе проверяли, а в Америке не проверяли То есть в Америке проверили и ждали счастливый момент Вот я уже как бы неделю прождал По всей видимости, изменений никаких не произойдет То есть теперь мы не можем делать скидку В производстве купонов на деньги На деньги, то есть там На определенную сумму То есть смысл какой? Вы можете продавать один товар Со скидкой 10 долларов или 10% Но, точнее, 10% это не проблема В принципе, я думаю, каждый согласится И всю свою партию продать с 10% дисконтом Как оптом А если вы продаете с 90%, например, процентным дисконтом Одну вещь, например, вы продадите там С 9-ти долларовой скидкой Или Всю вашу партию с 90% дисконтом Никто, я думаю, этого не захочет Вот И мы, соответственно, не можем сейчас сделать Вот эту вот скидку именно на сумму денежную В Европе это возможно, все то же самое Как было, так и оно осталось Вот, а в Америке нельзя Многие скажут, что можно поставить То есть мы попробовали вот все, что можно было Все за эти вот там 8 дней мы попробовали Много людей Различные Способы крутили-вертели Реально Если кто знает, напишите То есть алгоритм Ничего не сработало Мы проверяли Делали выкупы Не сработало К сожалению Многие скажут, что есть ограничения в оферов В инвентаре Но далеко не у всех Есть ограничения по товару У некоторых людей даже они появились в последнее время Но опять же, вот мы сейчас продвигаем один из товаров Который я видео снимаю На днях, кстати, следующий ролик запишем Потому что изменений, в принципе, особо никаких нет Там рассказывать особо нечего Но смысл такой, что У этого человека не было ограничений по продажам И до сих пор нет И непонятно, как сделать Да, через файлы там Что там, Excel можно там загрузить Ну и с этим проблема И даже если это все дело через Amazon Может полететь лисин Короче, геморрой Жестокий просто Вот, просим На данный момент Мы вот все это время еще просили Поставить себе ограничения Не получается То есть у тех, у кого есть ограничения в оферов Лимитированная покупка товара Не больше одной Там с аккаунтом он не больше двух Там десяти и так далее Это в принципе Не столь для вас актуально Хотя, если нам обрезали То и вам тоже обрежут То есть на моем товаре есть ограничения Нет проблем в принципе Но так как Amazon в одностороннем порядке Не предупреждая никого Такие вещи делает То есть да, можно сказать Что они борются с Фиктивным продвижением Или как это даже назвать Но я уже даже не знаю То есть можно все что угодно говорить Мне в принципе без разницы Но смысл тот, что Мы на данный момент через раздачу Продвигать не можем Эффективная она раздача Неэффективная То есть очень многие не могут Еще есть момент У кого остались старые купоны Просто их продлевайте То есть там, когда вы заходите В эти все Когда генерируете Отдельные купоны Вот эти длинные Вы просто можете Еще купоны сделать То есть 100 сделали Еще 100 сделали Еще 100 сделали То есть можно таким макаром Жить до того момента Пока не закончится Но еще раз говорю Если обрезали Если обрезали Одной половине То обрезали То другой рано или поздно Потому что нам сначала Запретили отзывы Фиктивные типы делать Но оставили отзывы После того как Ну то есть На начальном этапе Мы не можем за Отзыв просить За Продажу По купону С 99% скидкой Просить отзывы Мы можем просить его типа позже Ну видимо они это сделали Сильно это не помогло В любом случае Все как было так и идет Они еще вот так вот сделали То есть чтобы мы не могли Делать скидку большое То есть там Пример там 99% 90% 80% То есть Ну разумная скидка там У людей сейчас будет там 50% я не знаю Ну какая бы ни была Вот Так что посмотрим Что будет дальше Отзывы Мы Ну по отзывам Ладно позже Идем дальше Значит мы теперь Продвигать через Раздачу По большому счету Основной массе Не можем Вот Или возникают Достаточно Серьезные Сложные условия Потому что если у вас Остали старые купоны То вы цену хотите С ценой играть Хотите вверх-вниз То есть у вас В любом случае Скидка просто На 8 долларов На 15 долларов То есть вам достаточно Сложно уже Гибко вы реагировать На рынок не сможете К сожалению Ну вот Так что ограничения Серьезные Двигаемся дальше То есть Как решить эту проблему Сегодня я почему-то Это видео начал Записывать Потому что я как раз Здесь у нас есть пост И человек рассказывает Что там на каком-то Очередном Семинаре Ну и сказать Не буду отвлекаться Столь В каком-то семинаре Сказали что можно Продавать дешево Через Pay-per-click Свой товар И как бы он будет двигаться Да можно Это один из способов Pay-per-click всегда был Есть и будет Вот Амазон в этом заинтересован Что он работает криво Это тоже факт То что Его могут люди Правильно настроить Но однозначно Они Могут настроить лучше Чем новичок какой-нибудь Который просто Запустит автомат Оттуда выдерни Сделает Пулемет Шучу конечно Из настроек Вручную То есть лучшие Ключевые фразы Если вы наймете Специалиста Он вам в любом случае Сделать это Более эффективно Более правильно Но в любом случае Pay-per-click Вы не можете контролировать В первую очередь В какой фразе Вам двигаться Да он может вам показать Где вас ищут Но что вы хотите Вы не сможете делать Потому что Pay-per-click Мы раньше опять же Так же отталкивались И двигались туда Но Pay-per-click Непредсказуемая вещь Есть людей У которых я знаю За ночь По 500 долларов снимают Ну вот Есть много всяких моментов Непонятных Абсолютно Вот Из-за этого Раздача Чем мне нравился Больше Pay-per-click И тем что Сам я все контролировал Это самое Для меня было важное Я хотел день 10 раздать Я раздал 10 По конкретной Ключевой фразе На следующий день По другой ключевой фразе Я по другой Тем более Если да Говорить о том Когда мы двигаем По одной фразе всего Ну да Такое простейшее Продвижение А когда мы говорим О десятки фраз И мы контролируем Мы там меняем Мы там Двигаем И так далее То здесь Мы ищем баланс В день Там 5 раздаем По такой фразе 15 по такой 8 по такой То есть Мы могли структурировано Контролировать процесс Хоть как-то Сейчас мы это сделать Не можем И Pay-per-click Из-за этого Не надо там считать Сколько он потратит денег Чем более правильно Чем более грамотно Сделать вполне возможно Что и нормально будет Но Продвинуться по определенной фразе Сложно А через Pay-per-click Сложно Невозможно Не знаю Это просто Один из инструментов Я сейчас На данный момент Вижу К сожалению Это Вот это наше SEO-продвижение Которое Я уже серым Бангладешским Индусским Смыслом не вижу Просто назовем Просто SEO-продвижение Вот Без Раздачи товара Без Pay-per-click Без всего Вот Как он работает Сейчас мы тестируем Четыре товара На этой неделе Наверное запустим Еще там Я не знаю То есть я каждую неделю Запускаю небольшой блок Ключевой фраз Почему? Потому что Чтобы статистику набирать Потому что некоторые товары У меня реально Очень хорошо двигаются Некоторые товары Поднялись неплохо Потом очень сильно упали Некоторые товары Остались на своем уровне Некоторые товары Двигаются медленно То есть все Абсолютно по-разному Вот Из-за этого Приняли решение Вот с людьми С кем я общался Взять даже не 10 товаров А даже больше Потому что пока Непонятно То есть нет такого Вот если просто Они все 4 товара Подняли бы спокойно Вот Мне как говорят Просто подождите Дайте на время То есть там Две недели Это минимум Там 10-2 недели Вообще смотреть Можете не смотреть Говорят на свой товар И не переживайте Каждый день Вот это вот Туда-сюда гонять Это бесполезно Потому что Бывают товары Резко не спадают Потом резко поднимаются Все по-разному Переживать, нервничать Смысла нет Мне сказали Ну блин Ждем У меня есть таблица Где занесены все данные Когда мы запустили Эту Шарманку Ну и так далее Это что касается По вот этому Серому подвижению Сево-продвижению Тема живая Тема рабочая Просто надо искать Нормальных партнеров С которыми работать Не забывайте Про два риска Первый риск Это бан Вот Почему именно с этим Я начал работать Потому что я провел Числи огромное количество Их протестировал И посмотрел Но по крайней мере Эти люди Мне адекватно Ответили на те вопросы Которые Провокационные Которые я им задавал До этого Контакта не было Никто ничего не говорит Не пишет Что они там делают Непонятно Понятно Что они делают Полезные действия Понятно Но как Каким образом Как они Ну не то что гарантируют Пытаются нас обезопасить Ну и так далее И так далее Это вот Банн Обстопонивать И всем подряд Раздавать Свои ключевики И чтобы вас двигали Я бы не советовал Не знаю Вот Второй момент Второй момент Это вот Переходим к нашим отзывам Самая такая Неприятная для меня тема Обидная даже Отчасти Расскажу почему Вот На данный момент Мы раздавать не можем Но если бы У нас были бы люди Которые выкупали товары Вот через эту группу Amazon Reviewers Вот здесь вот Мы как бы набрали Уже тут 573 человека Но вот у Сергея Мы вот на днях С ним считали Сегодня вот будем Видео очередное писать По этому поводу А ну дай бог У нас сейчас На обзор берет Человек 30-40 Всего-навсего Прошло Мы начали запустить проект 1 октября по-моему Ну в начале октября В любом случае Вот Сейчас на данный момент У нас уже конец ноября Всего 30 человек Многие да Пытались нам помочь Не получилось Вот я например сам даже Открыл аккаунт Специально для этого Выкупа товара И в России Я никак не могу найти Транспортные компании Нормально Кто знает Напишите кто из Америки Постоянно возит в Россию Я не знаю Меньше 15 долларов Я найти не могу Но 15 долларов за килограмм Это чертовски дорого Я планировал Ну хотя бы Я понимаю На Украине 5 долларов Ну хотя бы нам 10 долларов Я не знаю Ну я понимаю Я не во Владивостоке живу Наверное Для Владивостока Наверное дороже Или например Какой-нибудь там Наоборот Центр России дороже Ну не знаю Короче 15 минимум А то и 25 долларов Спокойно То есть вот 20 долларов Это как бы Обычная цена для России Очень дорого мне кажется Вот Потом значит Что еще По поводу отзывов Неприятная ситуация Я периодически читаю Это Многим Это не нравится И хотел на этом Акцентировать внимание Для особо одаренных Кто не умеет 2 плюс 2 сложить Потому что Ну реально Это неприятно Я считаю Сергей делает Действительно полезное действие Кто В принципе Это видео посмотрит Просто проголосуйте Своим там Там я не знаю Лайки Дизлайки Блин Ну я считаю Однозначно Это полезное действие Если бы сейчас говорю Было бы Представьте У нас бы Там человек 200-300 Нормальных И он в рандомном режиме Раздавал ваш товар То есть вы просто Могли бы через того же Сергея Там например Заказать 50 там Продаж То есть вы раздаете Например Вы платите Там Зонбласт Я вообще молчу Кто платит Я даже говорю Про обычные сервисы По раздачам 20 Там я не помню Сколько Томпсон брал 100 долларов Вы что-то Нет сам Никто не Ничего не говорили Просто им платили Ежемесячно бабло Ну там сервис В основном По раздачам товара Брали вот эти деньги Там 20-50 долларов В месяц Вот Здесь разговор О том что Если было бы Вот эти вот там Хотя бы человек 200 В Америке То есть Зовите всех своих друзей В чем проблема Просто Приглашайте в эту группу Мы им будем давать Просто бесплатно товары В чем проблема Кто в Америке Это Украина В основном Это вот Получается Америка и Украина На Украине 5 долларов всего доставка Приходите Те кто живет На Украине И хотят Хорошие товары Получается Бесплатно Только Там доставка До Украины Будет стоить Вот Ну то есть Просто я не знаю Какая-то сказка Получать нормальные товары Из Америки Практически бесплатно Я смотрю группы Некоторым вот этим Админам предлагал Где люди там 30 процентов 50 40 там Они там аж Я не знаю Миллионы отзывов Там все дела Тут бесплатный товар Практически За доставку Платите и все Предусловишь у вас там Не заставляет вообще Все подряд брать А если вы не хотите брать Ну оставьте в Америке Вам адреса дадим Ну так вот Возвращаемся к сути вопроса Суть вопроса в чем Во-первых Самое главное Мы ищем людей Это самое важное Ну а самое обидное То что Если кто Недоразвитый И кто просто Мозгов не хватает Посчитать Давайте посчитаем Элементарно Как раньше нам стоили Продвижение И получение отзывов Мы брали Предположим Я возьму свой товар Моя себестоимость была Товар без доставки 4,5 доллара Если я его отдавал За Ну пределы 4 долларов Ну на раздачу Так и выходит всегда Практически Я потерял 4,02 Предположим Это 4 плюс 4,5 грубо 8,5 долларов В среднем Я начинал раздавать И по центу По 99 Доллар 99 Дошел я до 3,99 Но это Редкий случай Так скажем 4,99 Нет у меня рекорд был Но это достаточно мало То есть возьмем В среднем Доллар 99 Это очень дорого Это прям вообще шикарно Если вы по доллару 99 Будете раздавать в среднем И то превьюером И через И через сервисы И через Фейсбук Должен То есть я терял 8,5 минус Доллар 99 То есть я 6,5 долларов Не стоил Один отзыв Но КПД был Ну в среднем 50-70 процентов У людей Я возьму Так как я очень много Раздал через топревьюеров Они их отзывы Гораздо ценнее Их очень часто В Мне записывали В Эти как их звать В Вэрпуршас То есть именно топревьюеров Плюс они делали видосы Я им попросил там Писима у меня Такие сложные были Они мне видосы писали И фото То есть они действительно Делали качественно Но они Дай бог Процентов 40 Мне писали отзывы Ну вот Математика чему ведет К тому что я получал В среднем 50 процентов Значит не 6,5 баксов Я тратил А 13 долларов Я тратил Второй момент Помимо того Что эти отзывы Практически все были Не Верифицированы Вэрпуршас Они были еще в придачу Ну периодически Мне их удаляли А самое важное Что из этих Негодяев Нехороших людей По крайней мере Как минимум Пара Мне поставили Однозвездочный отзыв Вот И еще раз Если вот я говорю Вот этот разговор Будет о том Что там Сергей Нехороший человек И 6 долларов Аж берет То есть условия На данный момент Какие Вы присылаете Сергею полную стоимость Товара За который вы хотите Промежуток Например там 7 дней Чтобы вас купили Если у вас товар 100 долларов стоит И вы хотите Чтобы вас за 15 купили Мы не сможем Говорить что С часу до 2 15 минут Там За 15 минут Должны купить товар То есть вы на неделю Ставите определенную стоимость Товара И мы за эти деньги Выкупаем Вот Некоторые деньги Просто Сергей Высылает в бюджет Они постоянно Цены меняют Он просто Потом отчитывает Потом мы просим Всех Чтобы дали еще 6 долларов За доставку по Америке Да у многих Кейс Прайм У многих его нет Кому-то компенсируем Кому-то не компенсируем Всех все по-разному Потому что Во-первых Суеты моря Контролировать Времени Море на это уходит Люди все разные Кто-то забивает вам Отзывы написать Потому что еще По крайней мере Насколько я знаю Ни один человек Не написал отзыв То есть получается Вы Заказали 10 отзывов Заплатили за 10 отзывов Плюс 6 долларов И плюс У вас там затраты Будут в любом случае За перевод денег Но это как обычно Стандартная ситуация Вот Все на данный момент Написали отзывы Все отзывы еще Верифицированы С теми же фотографиями Вы можете Сделать видос Скид То есть это проблем нет Сделать свои фотографии Профессионально Что угодно Можете сделать Трехзвездочный отзыв Пятизвездочный Какой отзыв вы хотите Такой и получается То есть я считаю Я не знаю Мы организовываем Такую вещь При условии Что сейчас Если это просто Получение отзывов Если бы у нас было Большое количество людей Эта вещь могла бы Перерасти еще и в продвижение То есть Также по Супервьюру А придачу мы еще даем Задание людям Задание заключается Вот я здесь Сегодня писал Где-то я писал Вот такое вот задание Ну в простейшем виде То есть Помимо всего Мы еще делаем Полезные действия То есть Вишли Шоппинг лист Голосуем за ревью Голосуем за комменты Вот Так же просим То есть Просто люди делают Огромный объем работы Получают Там Бесплатный товар Сергей Это там Контролирует По мере возможности Вот Ну еще раз говорю Математика Достаточно простая Вы практически Получаете там Грубо говоря За 6 долларов Верифицированный отзыв Еще кто-то там будет Я не знаю Как собаки лаять На Сергея Что он там Наваривается Обнаварился Надо Я говорю По 10 хотя бы Долларов уже ставить Чтобы просто Меньше разговоров Об этом было И те люди Которые Я не знаю Недальновидные Или там Я не знаю Просто даун какой-то Наступил на людей И по поводу того Что Сколько я уже Разных предложений видел По поводу того Что бесплатно Обмен товаров Обмен друзьями Да никто Никому ваш товар Не нужен Редкий случай Кто хороший Действительно дорогой Товар продает Основная масса Мы продаем Да хороший товар Который востребован На Амазоне Но мне не нужна Например Вторая щетка Для унитаза Ну мне не нужна Там третья Или там Держатель Для туалетной бумаги Или какой-нибудь Там я не знаю Подстаканник Для щетки зубной Там или На кухне какой-нибудь Коврик очередной Там или еще один Ну не надо просто Но вот если вы этим занимаетесь Вы поймете Просто у многих людей Я не знаю Вот эти LED фонарей Я уже штук пять видел Вот У Сергея штук восемь наушников Блютусовских Ну блин Ну пять Ну классно конечно И на даче Ну везде они уже Но они не нужны Вот Из-за этого А гарнитур Например ни одной нет Вот гарнитур нужна Вот Из-за этого Рассчитывают на то Что там много Ваш товар Бесплатно То есть Ты мой друг Возьмет твой товар Твой друг А есть еще А есть еще Вообще красавцы Которые еще Просат Чтобы еще товары Квернули Ну вообще Просто чтобы там Вот Мой знакомый Так сделал Твой знакомый Так сделает И вот так Тут Ну это вообще Просто какой-то Бред Вот если вы Не хотите на Амазоне Заниматься бизнесом Действительно И хотите Как-то работать Ну смотрите Работайте Можете конечно Работать таким макаром Вот там Ни копейки Маркетинг не вкладывайте Ну вам Так скажем Ваше дело Но в любом случае Если у вас Не хватает своих мозгов Вы просто Посчитайте Возьмите калькулятор Как раньше Получали отзывы Вот Сейчас на данный момент Тема двигается Именно к продвижению То есть Эту тему Если бы мы Набрали реально Большое количество людей Можно было бы еще И продвигать товар По заданию То есть Мы идем по заданию Помимо того Что мы ищем ваш товар То есть Мы просим покупать И чтобы они искали товар Органически А не залетали По Супер юрлугу Говоря Вот И если бы все таки Мы набрались людей Приглашайте Приводите людей Вот они будут получать Реально бесплатные товары Нам нужны нормальные Надежные люди Которые Нас не подведут Вас не подведут Потому что это Ну я не знаю Потому что я Занимаюсь продвижением товаров Любых На любой стадии В начале В конце Да Супер Выбрать товар На начальной этапе Когда Мы только выбираем И потом я понимаю Как продавать Но вот Столкнувшись с той ситуацией Как люди товар выбирают Тоже очень сложно Потому что Все абсолютно У всех представления Совершенно разные Карда делает по своим Вот Ну по продвижению По продвижению Я сейчас вижу Два направления Это SEO Имейте ввиду Когда мы по SEO Двигаем Мы двигаем только те фразы Которые мы продвигаем по SEO Это внешний трафик Вот Все остальное падает вниз За это надо двигать Как минимум Блин Ну две фразы Потому что по одной Можно просто ошибиться Цены сейчас варьируются Ну я считаю Там Ну есть за 150 Я слышал Даже за 100 долларов Но это низкочастотники От них понтов Я не знаю Супер мало Нормальная цена Начинается Я знаю точно Там От 300 долларов Да Есть там По 200 Демпингу Не знаю По 200 Мы сейчас Люди которые мне делают Они делают От 300 долларов И выше У них достаточно клиентуры У меня сейчас проблема Больше Чтобы они мои товары Брали И двигали А не чтобы Там Просто я набирал Эти заказы Я на этом не зарабатываю Мне интересно Именно продвижение Если я их Отмониторю Все нормально Я их просто буду Иметь ввиду И через них Продвигать свои товары Свои товары Товары свои к тому Учеников Грубо говоря И все остальное В этом роде Ну потому что Надо понимать Когда ты берешь товар И ты как его будешь продавать Если на курсах учат Просто как выбрать товар Привезти его И положить на полке А что дальше с ним делать Ничего не учат То в любом случае Самое главное Как его продать И кирпич Можно и снег Там Этим Чукшим продать Можно Умеюще В этом вся и проблема Что Сложность очень продавать Вот продвижение через Севу Большое значение имеет И соответственно Вот эти вот отзывы Отзывы Они получаются Просто как фундамент Но если Наберем больше людей И вы сами Включите в этот процесс То есть там Если вы живете на Украине В Америке То есть Это вообще Сам Бог велел Заработать на этом Получить товары И в будущем Этот же сервис Для себя использовать Для себя любимого То что очень многие Реально включаются Помогают Себе отзывы получили И до свидос Но сейчас вот проблема Возникла с тем Что мы не можем сделать Купоны по нормальному Вот эта тема Она востребована Будет вдвойне Втройне В будущем Просто да Сейчас можно Сказать там 30-40 Мало Но наберите больше Наберите больше Давайте объединимся В чем проблема Нам надо Чтобы мы в рандоме Могли покупать Этот товар Тогда рисков ноль Сейчас рисков Гораздо больше Потому что рандом Маленький И достаточно Большие пересечения Но Амазон Любит покупателей Мы покупаем За полную стоимость У них забот Полный рот Если уж на то пошла Но человек купил Вот я хочу купить товар Хочу написать отдых Какие ко мне претензии вообще Я еще ни одного человека Не видел С этими претензиями Но как бы ни было Все равно Если мы будем работать В рандоме Это будет эффект Намного выше и лучше Так что приглашаем людей Вот Амсал Мы ищем людей Которые готовы Получать товары Бесплатно Так что Вот такая вот история Двигаемся дальше Следующее видео Будет, надеюсь Еще более интересно Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok